пришла сейчас сюда к саше у нее просто свет здесь лучше хочу вам показать накрасила глаза вот этой вот тушью и накрасила сейчас подождите вот этими тенями это тени от его они мне очень-очень нравится они классные ну девчонки как у всех бывает да я конечно каждый раз вычищаю вот здесь между самими ячейками да вот ну вот эти вот вещи но полиция это всегда в общем короче беру вот эти тени в основном и вот эти и здесь уголочек глаза внутренней высветляю вот этими сейчас кое-что вам покажу только не смейтесь девчонки давайте договоримся показываю вы не смеетесь но вы спрашивали века как ты клеишь ресницы именно скотч на глаза показываю без смеха девчонки я сейчас бегутях в общем смотрите накрасила ресницы а потом чуть-чуть подсыхает красим вторые ресницы второй глаз вернее чуть-чуть тоже подсыхает и вот таким образом скотчем приклеиваю выглядит конечно смешно но девчонки честное слово с девятого класса этим пользуюсь когда ресницы очень сильно смотрят вниз по именно поэтому мне нужна такая тушь которая прям знаете при высыхании не мягкая а сразу твердое становится да глаз немного пачкается я это убираю и все отлично покажу потом результат ой я представляю с каким юмором вы на это все смотрите девчонки в общем снимаю смотрите ресницы не отклеивается потому что там тушь вот это все сейчас придется убрать зачистить почистить немножко поправить тени и будет все в порядке можете сами убедиться все ресницы на месте вернее ни одна ресница здесь не осталось девочки про ресницы я вам тогда снимала помните в тот день сюжет как я приклеиваю ресницы на скотч и записала видео где именно я уже сняла показала что у меня здесь но немножко тушь остается я ее потом ватными палочками убираю и сняла конечно же вам итог как ресницы в общем то подкрутились поднялись вверх но часть того дня снова не сохранились файлы они дают битый формат как же он формат а формат дата сейчас посмотрела дата формат я его никак не могу переформатировать в нужный формат и отрендерить то есть собрать видео битый файл и все ну я вам уже рассказал что камера бывает так делает в общем то хочу показать вот сейчас мои глаза я сегодня абсолютно такой же провела процесс вообще в принципе это каждодневный мой сейчас процесс пока я не сделала судного ламинирования ресниц приходится выкручиваться именно скотчем в общем они вот так поднимаются до приходится лишнюю тушь зачищать потому что пачкает как ни крути но аккуратно снова наношу тени все в порядке сегодня единственное что не как в тот день я сделала стрелки сейчас покажу чем я сделала тени у меня те же тушь тоже спрашивали какой помада я пользуюсь у меня вот эта помада от евы и я ее уже много-много раз показывала и вот такой вот лайнер взяла для глаз ну и чтобы не быть голословной вот скотч его надо выбросить это сейчас глаз снимала ну и поехали покажу вам помаду она у меня любимая она мне очень очень нравится выглядит вот так здесь получается 9 тонн здесь можно тоже посмотреть в общем то вот такая помада его мозаик очень ее люблю мне она нравится и буду повторять ну и конечно же сам карандаш это вот такой лайнер с таким вот остреньким носиком но это кисть то есть это не просто как маркер здесь кисть если я не ошибаюсь я его покупала на алиэкспресс мне тоже понравился как раз коричневый для светлых волос подходит отлично эту тушь я вам тоже уже много раз показывала не пользуюсь ей каждый день иногда ну по настроению особенно когда только-только сделаю ботокс она очень очень хорошо ложится классная тушь но здесь у меня нюдовая палетка от его я вам ее тоже показывал здесь видно какими я больше пользуюсь тенями в общем-то все по-старому ну а пока суть до дела в общем здесь я мог поставил сейчас он прокипячивается здесь закипает вода буду варить гречневую кашку у вилка вот ну а тут собственно говоря я думаю ни для кого не секрет чем я буду сейчас заниматься в общем то вот так друзья мои паштет я приготовила сейчас очищу стеночки ну вот это вот этого да чтобы было красненько ну в общем получается надо паштета готовить в два раза больше но форма стеклянная отличная плюс у нее вот есть такая закрывашечка а спонсор этой формочки и тому что она у нас появилась и в тому что сейчас лежит паштетик именно в ней это лада козок так что ладушка спасибо огромное теперь у нас вот есть такая красота где можно хранить паштетик на этом дорогие друзья будем с вами сегодня прощаться таким был наш сегодняшний день ух жарко у нас сейчас жарко полностью открыто окно плюс я тут прыгала со всеми этими делами мы уже поужинали гречечки осталось вот столько три пакетика варила так что считайте день обычной семьи прошел сегодня на ваших глазах вам желаем приятных просмотров хорошего вечера либо дня либо утра в зависимости от того когда вы смотрите видео подписывайтесь на наш канал будьте нашими зрителями будьте нашими друзьями и мы с вами встретимся завтра пока пока жарко доброе утро девочки наливаю себе с утра чайок с таблетками и одну ложечку сахара у меня большая это кружка узнает тут знает это прям тазик тазик наливаем кипяточек обязательно придерживать надо вот эти вот костики потому что они ныряют туда быстро отклеивается все заваривается чай а здесь я буду нарезать хлебушек и пробовать свежий паштетик вчера вечером уже приготовила сделала не по вкусу показалось что в этот раз у печени более насыщенный такой вкус не знаю с чем это может быть связано ну в общем будем пробовать очередной рецепт хочу сказать что это удобно меньше покупается колбасы и дешевле ну и вроде бы как полезнее я стараюсь не добавлять туда ничего жирного можно брать вообще сливки 10 процентов и без масла в принципе так и делала но для того чтобы побольше так сказать отработать и поинтереснее рецепт пробовала разные варианты и сошлись во мнении на том что как раз таки там где масло и более жирный процент сливок это дело нам не нравится видимо мы уже так привыкли так что нарезаю хлебушек и будем сейчас завтракать я уже подготовилась к завтраку сейчас посмотрим что у нас здесь получилось не могу нарадоваться этому контейнеру вот такой вот паштетус красота и намазываем на хлебушек дорогие друзья это должно быть очень-очень вкусно пробуем честно говоря я не знаю почему раньше я не делала я всегда избегала этого рецепта избегала печень индейки курицы и готовилась говяжий но из говяжий я знаете как это как готовили моя бабушка моя мама отваривали говяжью печень прокручивали потом в мясорубке с прожаренным луком добавляли маслице и таков был паштет ну естественно при варке специй морковкой все остальное и я по традиции как-то готовил для меня обжаривать печень и все остальное казалось это будет жирно это будет как-то тяжело но хочу сказать что нет ничего подобного пробуем как говорил александр это именно тот вкус из детства из ссср ну да я ребенок ссср очень очень вкусно девчонки все просто элементарно вкусно рецепт можно найти погуглить по яндексить в интернете есть но я вам говорю а если дается по рецепту 200 грамм там морковки в общем я беру морковки по минимуму вот такая вот вещь с добрым утром хорошего настроения хорошего дня рабочего если вы в отпуске я знаю альты в отпуске тебе хорошего отпускного дня но мы мы это я я сегодня надо ну и что вы думаете настолько вкусно что приехал игорь и присоседился ко мне я сижу завтракаю игорь вот там сидит работает настраивает камеры так что я сижу ему здесь намазываю он подскакивает грызет чай у меня взял и параллельно мы здесь общаемся у нас в чатике в telegram я девчонкам отправила уже тоже фотографию паштетика утреннего у нас идет здесь активный диалог у кого тортики у кого яичница у кого омлет в общем если вы еще не подписаны на наш telegram подписывайтесь сейчас я покажу где можно его найти для этого у вас должна быть установлена программа telegram заходим берем любое любое видео ну например самое последнее так на паузу идем в описании вот флажочек открывается здесь описание и здесь вот написано наш телеграм-канал заходите по ссылочке также здесь есть инстаграм вот мы инстаграм будем рады присоединяйтесь к нашей беседе и да девочки не забываем что сюда под значок ай я вкладываю 5 ссылок на видео заходим смотрим здесь вот я делилась фотографиями из молодости из детства рассказывала где я жила и как и что кстати говоря кто-то спрашивал откуда вы где вы почему вы на севере в общем-то заходите смотрите ну а я уже в компании игоря продолжаю завтракать игорь уже поехал на работу он занимается тем что устанавливает видео на блюд гений а я сейчас знаете что я сейчас хочу приготовить омлет скоро приедет саша у нее заканчивается школа видите солнце светит я зашторила окно потому что мне сразу падают на монитор прям прямые солнечные лучи и мне неудобно сидеть монтировать и работы получается так что сегодня я параллельно с тем что монтирую сегодня работаю ну работаю дома работы привалило немало сразу вам скажу прям прям очень очень немало поэтому стараюсь так все оперативно делать видеть была пья сейчас сидела бы в офисе я бы не смогла сделать омлет приготовить обед а так мне приходится совмещать и работу и дом и готовку но благо в том что я это сижу делаю дома они где-то где-то в офисе так раз два три четыре пять шесть возьму молочко у меня село зеленое как у вас голова еще не закружилась бегать со мной беру село зеленые да молоко кстати говоря натуральное и молоко и сливки в этом мы уже убедились 33 раза долго это молоко не стоит в отличие от домика в деревне так надо мне достать форму я ее поставила ополаскиваться в посудомойку сейчас достану жарко парка простите девочки вы вспотели так буду делать в этой форме сейчас нас трое поэтому шесть яиц и не знаю семье давала или шесть я давала не помню ох девочки во влогах надо смотреть пол-литра молока будет дам помидоры здесь беру нервный стаканчик вы уже знаете что мне здесь лежит возьму помидорец и буду готовить сам летом здесь все элементарно и просто проще простого так жидкости литры ну столько молочка я давно уже в этой форме не делала но скажу вам она очень удобно во первых она высокая я девочкам уже давала ссылки на эту форму кому нужно оставлю ссылку в описании мне она очень очень нравится на 4 человек здесь мы спокойно можно приготовить омлет в общем то форму отставляю молоко готово беру свою любимую емкость для яиц разбиваем яйца не забывайте сейчас включить духовочку чтобы разогревалась выпекаем ну вообще ой красное яйцо это очень хорошо выпекать это нужно на 200 градусов коряво я разбила яйцо простить на самом деле я по градусам по разному ставлю когда 180 когда 200 зависимости от того какому времени мне надо чтобы это все приготовилось так яичная смесь готова практически я тысячу раз делала этот рецепт вы можете зайти посмотреть что на новом что на старом канале заходим в поиск набиваем омлет и первые ссылки будут с омлетом я не знаю как youtube так настраивает поиск там попадаются конечно и другие видео но первые ссылки в общем смотрите в описании к ролику там видно все сразу картинка из будет справа название ролика в каждом названии у меня стоит слово омлет отставляем режем помидорки почему я решила сейчас приготовить омлет я монтировала видео как-то я не с той стороны начала резать ладно я сейчас монтировала видео в котором готовила омлет и вспомнила что у меня есть помидоры но они такие не для еды не туда не сюда эти помидоры в общем то я решила приготовить омлетик удобное блюдо на скорую руку без заморочек вот смотрите да вот тебе помидор не знаю как так может быть вроде бы нормально все надо ножи отдать на заточку вот этот мы новые с упаковки открыли он еще более-менее у нас заточкой ножей тоже знаете здесь такая ситуация мы отдали один раз нам все ножи испортим режем кусочками помидор пока отставляем берем наливаем немножко масла и даю растительное в рецепте указано сливочное но я иногда даю сливочное редко чаще всего растительное и от этого поверьте мне хуже не становится салфеточкой все это дело стеночки обмазываю просто лень лень мыть кисточку салфетка удобно взял обмазал выбросу затем яичную смесь даю молоко смешиваем пока убираю берем форму в нее отправляем помидоры вот на этом этапе можете дать сосиски курочку все что хотите по желанию можете дать цветную капусту брокколи я вот думаю может еще один помидор сюда отправить не хватит что хотите добавляете так я забыла то что не самое то главное но на самом деле игорь уже базилику нормально относится а вы в курсе нам еще базилик прислали но теперь вообще базиличные базиличные все кончится что ли но мы не будем расстраиваться лада коза к нам прислала вот еще базилик ура ура шичка и теперь заливаем все это нашей яичной омлетной смесью ну да как раз можно немножечко разровнять распределить и все это дело убираем разогретую духовку готов омлет он настолько готов что прям аж дышит так что друзья приятного аппетита а и 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